Самарские новости спорта Мы выбираем этот турнир, чтобы соревноваться именно с сильными соперниками Жемчужину по Волжье в Самаре разыграли в 15-й раз И пятый сезон на кону был Кубок Губернатора С каждым годом популярность и география турнира растет На танцпол выходят более тысячи пар Поэтому организаторы решили проводить соревнования не в два, а в три дня Судейство непредвзятое Рефери представляют большинство региональных федераций танцевального спорта Изюминкой же жемчужины по Волжье является традиционное выступление ветеранов спорта Супругов северских Татьяны и Юрия Это педагоги, танцоры из Нижнего Новгорода Они уже достаточно солидного возраста Скоро они отметят свой 80-летний юбилей Но тем не менее, они в строю, они на танцполе Они занимаются с детьми Они участвуют в соревнованиях Они участвуют вообще в определении стратегии танцевального спорта На территории Приволжского федерального округа и Российской Федерации Лучшие танцевальные пары России проходили в Самаре еще и ситоотборы на чемпионат страны В рамках турнира «Жемчужина по Волжье» прошли первенство и чемпионат ПФО Это почти сутки на танцевальном поле Сутки, когда идет соревновательный процесс Здесь мозоли, здесь пот, здесь кровь Здесь горечь, поражение, радость, победа Я думаю, что это самый настоящий спорт Такой же, как, наверное, фигурное катание и синхронное плавание Сборная Самарской области, по прогнозам специалистов, должна была попасть в шестерку лучших «Жемчужины по Волжье» Ожидания оправдались На счету самарцев восемь медалей Две бронзы, три серебряные награды и три чемпионских титула Это все новости спорта к этому часу Больших побед вам! Удачи!